всем привет полгода назад я купил 7-летнюю неву и наверное пришла пора рассказать чем же столкнулся за время которое я владею этим пепелацем купил я неву из-под одного владельца это был дедушка который типа ездил на рыбалку машина гаражного хранения покупал я ее можно сказать по низу рынка из более-менее адекватного то есть мы не берем варианта которые совсем сгнившие также дедушка сказал что в целом по машине ничего не при никакие работы не проводились кроме регулярной замена масла как полагается и также он сказал что был небольшой удар в левое колесо он там наехал то ли на камень то ли еще на что-то было немножко помято крыло и также вот он сказал что недавно ездил как раз в сервис и мочат там по рулевой делали так и начну я пожалуй вот самого крупного и интересного то что был удар под новый год но вылезла после очередной покатушки по зимнему лесу никакого хардкора в общем-то просто покатались по дорожкам по которым мы катались летом я возвращался домой и уже в черте города со стороны левого переднего колеса раздалось и машина встала я сначала подумал что возможно я размолотил шрус ну потому что у меня были некоторые вот ощущения что что-то с ним как-то не то включил между собой блокировку доехал до дома под домкратился и увидел что шрус так себя вести не может на блокировке доехал до сервиса там мы машину подняли колесо скинули и увидели что отступиться осталось вот это у меня изначально были некоторые претензии да и не только у меня в общем к ступичному узлу в ниве то что там используются конические регулируемые подшипники и тут выдался замечательный случай для того чтобы перейти на нерегулируемые двухрядные да еще и усиленные что и было сделано также на сервисе мы заменили в очередной раз бачок системы охлаждения потому что он опять потек и под домкратив машину заодно посмотрели состояние глушителя потому что мне очень нравилось что машина пердит несколько громче чем должна бы глушитель полностью сгнил точнее средняя секция которая с катализатором и я принял решение ее поменять постольку поскольку у меня машина уже давно перепрошита на евро 2 и катализатор там был лишним звеном ну опять-таки труба сгнила почему бы это все не поменять машинка теперь звучит значительно тише со всех сторон кроме ракурса сзади чуть не забыл заодно пока возились со ступицами выяснилось что у меня сдохла одна из шаровых опор одно мы уже меняли летом и сейчас была поменена еще одна соответственно после ремонта все стуки из подвески ушли машинка теперь преодолевает препятствия тихо осенью при запуске на холодную у меня появился неприятный звук страны сцепления я первоначально думал что это выжимной подшипник поскольку звук изменялся при нажатии на сцепление но при прогреве двигателя он полностью уходил на сервисе мне сообщили что это не выжимной это подшипник который стоит на двигателе его можно заменить только скидывая коробку так что его замену я решил объединить с заменой сцепления которая будет произведена буквально на днях хоть я и боролся с ржавчиной прошлым летом но видимо я ее победить своими силами не смогу вот места которые я делал и ржа опять проступает но сейчас к сожалению машина влажная не очень хорошо видно но вот практически все эти места которые я обрабатывал несмотря на оцинковку и все-все-все ржа опять полезла и на крыле тоже самое так что скорее всего я дождусь когда образуется полноценная дырка после чего будет произвести на замена этих элементов еще под новогоднюю ночь я огреб фейерверком кстати не только я и мои соседи по парковке тоже у нас большой двор и народ там зажигает получилась вот такая замечательная дырочка и наверное последнее что следует упомянуть это динамики когда я купил автомобиль примерно через неделю у него сдох один из динамиков я тогда вскрыл дверную карту достал динамик посмотрел на него он оказался весь мокрый и развалившийся дело в том что в ниве и динамики находятся внутри корпуса двери и когда идет дождь вся влага попадает прямо на них на тот момент и решил ладно бывает 7 лет почему бы ему не сдохнуть купил набор новых динамиков и к новому году произошла примерно аналогичная ситуация опять-таки у нас были дожди и 2 1 2 набор точно также сдох вскрыл дверь посмотрел опять-таки все мокрое я решил не повторять эксперимент а купила специальные карманы со встроенными подиумами которые выносят динамик за пределы габаритов двери и динамики в этот раз у меня чуть большего размера так показываю вот так вот выглядит карман с подиумом и сюда установлен 16 сантиметровый динамик он полностью вынесен за пределы двери соответственно даже если дверь будет заливать на динамик ничего не попадет вот ну пожалуй что самое удивительное автомобиль покупался как игрушка но по факту он у меня используется на каждоднев это при том что у меня есть ford с макс который как бы гораздо более комфортной и т.д. и т.п. но него вот я даже не могу сейчас сказать именно за счет чего но от нее очень сильно прет так что кто еще только думает о покупке него я надеюсь вы найдете свой автомобиль ну а кто уже владеет надеюсь что машинка вас не будет огорчать и все у вас будет хорошо вот всем спасибо за то что посмотрели это видео всем удачи и пока